Два часа дня в Кирове, это программа «Слушайте доктора», у микрофона Светлана Занько. Итоги года мы подводим в программе сегодня, подводим их с Андреем Черняевым, исполняющим обязанности министра здравоохранения Кировского. Ну, добрый день всем, нет? Андрей Альбович, добрый день. А давайте начнем прямо вот с Нового года. В больницах ведь тоже его отмечают, да? Что-то организовали для пациентов? В детских подразделениях у всех было организовано, в том числе и поздравление с вручением подарков. Потому что это, наверное, наше будущее, и на это мы первостепенное значение обращаем. Ну и сегодня состоялся буквально два часа назад селекор, где мы принципиальное внимание обратили всех медицинских работников на выполнение своих функциональных обязанностей вот в эти длительные новогодние праздники. Начиная от пожарной безопасности и заканчивая дисциплиной. Так, то есть кому-то праздник, а кому-то, значит, инструкции. Это работа. И нагоняй. Понятно. То есть были, я просто, я уже знаю, что прошли у вас мероприятия, потому что сайт Министерства здравоохранения Кировской области пополняется регулярно. Я специально туда зашла и посмотрела, что новости каждый день практически появляются. Не каждое министерство может у нас этим похвастаться. Молодцы, хорошую информационную работу ведете. Могу выразить благодарность от коллег и себя лично. Буквально сегодняшняя новость на сайте Министерства. Безбарьерные регистратуры продолжают открываться в районных больницах. Я бы сказала, наверное, что электрификация больницы, поликлиник области, это, пожалуй, такое самое яркое внешнее проявление политики новой здравоохранения региона. 25 регистратур уже есть. Ну, просто я, поскольку слушаете доктора регулярно с коллегами вашими общаюсь, то у одного появляется, то у второго, третьего не успеваешь глазом моргнуть, смотришь, тут уже врезали окно, тут уже повесили таблички. Но это правда, очень видимые такие результаты. 25, еще раз повторяю, регистратур уже есть. На 2017 год вы будете продолжать эту историю? Конечно. То есть основная задача, она, опять же, была поставлена перед всеми руководителями медицинских организаций, чтобы до конца первого квартала 2017 года максимально завершить создание так называемых электронных регистратур. Это оснащение не только, мы ставим задачу и самих регистратур, а это еще и абсолютно внятное и понятное для пациента и для нас путешествие, так скажем, мягкое пациента по поликлинике. То есть, чтобы еще и регистура была связана со всеми кабинетами, и когда пациент приходит с высокой температурой банально, чтобы мы его не потеряли и чтобы мы четко понимали, что вот у него есть проблема и чтобы он минимальное количество времени провел в поликлинике. То есть, вот эта вот логистика, направление от одного специалиста к другому, чтобы время сокращалось, это основная проблема, на которой всегда, всю жизнь, сколько я себя помню, сколько живу, мы жалуемся в поликлинике. Ну, понимаете, ведь проблема-то она понятная, да, и банальная, ведь когда терапевт отправляют на рентгеновский снимок, например, легких, то, соответственно, мы четко должны понимать, и в первую очередь управленцы, главные врачи, начмеды, а сколько времени на это уходит. То есть, перенаправляем его в рентген-кабинет, его вызывает, дальше определенное количество минут ожидания рентгеновского снимка, да, оттуда уходит информация опять к терапевту, и уже пациент вызывается с готовым снимком, то есть это не завтра, не послезавтра, да, а вот это вот как раз вот то... В течение одного приема, фактически, одного посещения. Тогда, я думаю, что мы абсолютно нормально достигнем показателей снижения смертности, потому что, вы видите, когда там сутки прошли, ситуация может развиваться нервненно. Да. Еще раз, до какой цифры мы должны дойти? Вот 25 регистратур есть, а сколько намечено сделать? Мы должны к концу первого квартала город Киров полностью все регистратуры оснастить вот по данному принципу. Без барьеров. А что касается районов? Районов у них чуть-чуть, еще один квартал приваляется. Два, получается, да? Кроме того, что устраиваются электронные регистратуры, мы видим тоже внешние проявления в виде ремонта поликлиник и больниц. Что с этим процессом? Значит, здесь тема, она довольно-таки серьезная, да, на первый взгляд, потому что для того, чтобы требовать выполнения ремонта, в том числе и текущих, мы должны четко понимать, за какие средства это учреждение будет делать. То есть, соответственно, мы со всех учреждений собрали так называемую дорожную карту, где каждое учреждение до конца второго квартала взяло на себя определенные обязательства. Но со стороны Министерства здравоохранения, со стороны нашего фонда МС, мы четко провели работу по тому, чтобы в первую очередь с первого мая увеличить финансирование для проведения, в том числе и текущих ремонтов, в том числе и увеличения заработной платы, в первую очередь, так называемых учреждений первого уровня. То есть, это даже не межрайонное, это чаще всего районное учреждение, которое на сегодняшний день находится в все-таки, так скажем, невыгодных ситуациях по финансированию. Для того, чтобы они могли выполнить эти задачи, мы внутри нас, внутри нашего тарифного соглашения приняли решение, чтобы туда чуть-чуть увеличить. Сколько это будет по нашим предварительным расчетам? Это примерно 8-10% от того финансирования, которое есть в этом году. То есть, этих средств, в принципе, будет достаточно для того, чтобы выполнить дорожную карту. По заработной плате, это указ Владимира Владимировича Путина, и, соответственно, для того, чтобы проводить вот эти вот текущие ремонты, в том числе и оснащение регистратора. То есть, задача сложная, она серьезная, но, в принципе, все главные врачи взяли на себя реальное обязательство по выполнению дорожной карты. То есть, сейчас пока мы понимаем, что и средства есть запланированные, да? Я ошибаюсь. Конечно, потому что любая задача должна быть. И средства есть, и понимание сроков есть, и каждый главврач знает, что нужно ему делать в этом отношении. Ну, вот, кстати говоря, мы просто здесь, когда встречались с главным врачом Северной больницы, говорили о прилегающих территориях, так же, как и с главврачом онкоцентра нашего. Там огромные территории, да? И когда говорили совместно и одновременно и о ремонте зданий, мы упоминали эти самые территории, потому что и подъездные пути ремонтируются, асфальтируются, и озеленение в том числе. Абсолютно вы здесь правы. То есть, мы начинаем, и основные задачи ставим, это начиная от территории. Это входные группы, в первую очередь поликлиники, это холлы-поликлиник. Причем по стандартным, дешевым методам, которые мы можем позволить себе при нынешних финансах, так скажем. Соответственно, это приемные покои, это места массового ожидания пациентов непосредственно в наших лечебных учреждениях. И основную задачу, вот в этих дорожных картах, все главные врачи как раз и, ну так скажем, согласовывались с Министерством здравоохранения, потому что это реально выполнимая задача по те финансы, которые на сегодняшний день выделяются для любого лечебного учреждения. Ну да, потому что нет ведь ничего более демотивирующего, чем прерванный процесс. Вот если ты начал, не довел дело до конца. У нас в программе «Слушайте доктора» мы подводим итоги 2016 года с Андреем Черняевым, исполняющим обязанности Министра здравоохранения Кировской области, и также о перспективе, будем говорить, на 2017 год. Не до конца есть у нас ситуация со скорой помощью. Имеется в виду парк машин, который то ли остается на аутсорсинге, то ли нет, аудит вроде как прошел, какие-то выводы пришли. Пока, насколько мне известно, в прессе не озвучивался результат и планы конкретные. Ну, на сегодняшний день мы выполняем, так скажем, распоряжение правительства Кировской области о том, что нам нужно создать свою службу скорой медицинской помощи, единую службу скорой медицинской помощи. Что значит свою? Что она подразумевает. То есть, опять же, есть определенный план, есть определенная дорожная карта по созданию службы. Она подразумевает несколько этапов. Первые этапы, контрольная точка, это 1 января, когда мы должны были создать, и мы это сделали, свой парк автомобильный, принять определенное штатное расписание, принять водителей в штат и, соответственно, сделать достойную конкуренцию частному автопарку, потому что мы понимаем, вы это прекрасно знаете, что есть определенные проблемы, вплоть до забастовок водителей в течение 2016 года это проходило у участников, да, и, соответственно, мы хотим нивелировать те риски, которые возможны при оказании услуг скорой медицинской помощи, нехороших услуг услуги. То есть, соответственно, могу доложить вот сегодня, что 1 января уже одна бригада полностью оснащена медицинским транспортом, это штат водителей, это наша машина уже с 1 января начинает работать. Одна машина и... Одна машина и полностью штат водителей. И бригада. С 16 января мы выводим еще дополнительно 16 автомобилей скорой медицинской помощи, это государственные автомашины, которые благодаря работе правительства Российской Федерации были поставлены в регион, они были переданы непосредственно на площадку города Кирова для того, чтобы оказывать эту услугу. Когда это произошло? С 16 января. Еще 16 машин выходят уже на оказание услуг в городе Кирове параллельно с услугой, которую оказывает на сегодняшний день частная компания. Таким образом, у нас будет 17 машин, да? Это 17 на 16 января. То есть мы с 16 по 19 число учтем все мелкие, может, штрихи, недоработки, да, и, соответственно, мы доведем парк автотранспорта до 26 бригад, которые будут государственными оказывать эту несутую помощь. Штаты есть, люди есть, возможности и автотранспорты есть. Это, наверное, принципиально важно. А что будет делать? То есть на сегодняшний день в городе Кирове в общей сложности, просто для справки, у нас работало 39 машин. Почему я говорю с 1 января, что мы дополнительно запускаем бригаду, просто понимаете, что сейчас такой, наверное, не совсем благополучный период, да, и, соответственно, выросло количество вызовов в связи с заболеваемостью ОРВИ, гриппа пока не так много. Вот, и, соответственно, для того, чтобы время ожидания в городе Кирове все-таки уменьшить, мы дополнительно 40-ую бригаду выводим на вызовы. Все машины, еще раз уточняю, все машины, которые придут в государственный парк, поставлены благодаря усилиям Министерства здравоохранения и помощи Федерального центра. Так точно. Какие затраты понесло министерство, и какие выгоды, еще кроме того, что там нестабильность может быть поставок машин частникам в связи с забастовками, как вы сказали, какие еще выгоды мы получаем? Ну, понимаете, вот наши деньги, которые идут через страховые все механизмы, они остаются внутри наших государственных учреждений. Но это только первый этап. То есть в дальнейшем, в течение, ну, так скажем, до 1 сентября 2017 года, мы хотим создать службу единой скорой помощи, о которой я чуть выше уже сказал. То есть что она бы себя подразумевает? То есть мы хотим поэтапно, абсолютно плавно, без всяких революций, эволюционно объединить всю скорую в единый механизм. То есть я уже говорю о районах. То есть, соответственно, мы планируем, что весь штат медицинских работников, которые работают в районе, а это в первую очередь врачи и фельдшера, они будут уже состоять в штате нашей единой скорой помощи. Соответственно, машинки точно так же будут принадлежать нашей единой скорой помощи. Будет создана абсолютно нормальная база, где будут стоять на запас отремонтированные автомобили. То есть при любой поломке мы из межрайонного центра, например, направляем машину, а там машинка, которая поломалась, да, мы ее эвакуируем на ремонтную базу. И для этого создано все, и с 1 января при скорой помощи будет своя рембаза, где будут ремонтироваться вот такие автомобили. То есть, соответственно, вот этот механизм поэтапно должен будет завершиться до 1 сентября 2017 года. Это достаточно сжатые сроки, нет? Ну, они реальны, так скажем. То есть, это абсолютно нормально, это абсолютно реалистично, так скажем. Второй момент, которым мы сейчас работаем, то есть мы работаем по тому, чтобы все вызыва, принимаемые на скорую помощь, а это население уже наше знает, они шли через единый номер. А дальше уже через определенную нашу медицинскую систему эти вызыва попадали непосредственно на планшет фельдшера, где указана дорога, как добраться к этому вызову, да. И, соответственно, мы с 1 января планируем еще сделать так, чтобы фельдшер мог пользоваться через нашу медицинскую информационную систему облаторной картой пациента, чтобы он мог посмотреть, а чем болел пациент. Вот на том планшете, который есть у него на сегодня, ну, так скажем, в кармане. Это минимизирует бумаж, наоборот, сокращает время принятия решений и обслуживания пациента. И самое главное, диспетчер, центральный диспетчер, он понимает, что, он нажимает кнопочку, да, и мы понимаем, что он этот вызов взял на себя. То есть он свободен абсолютно, да, он его взял, ну, как служба такси, да, приходит, и здесь то же самое, только в электронном виде про защищенном канал. И все эти движения, начиная от вызова и заканчивая передачей, там, да, и вообще прибытием доктора на место можно отследить? Отследить. И когда он освобождается, предположим, он отслужил пациента, или он увез его, госпитализировал, там, предположим, в стационар, то он опять же нажимает кнопочку, да, и мы понимаем, что он освободился. То есть вы понимаете, ведь межрайонные центры, да, муниципальные образования, они пересекаются между собой во многих местах, и иногда гораздо быстрее отправить бригаду скорой помощи вот из этого места туда, да, чем ждать, когда она из центральной районной больницы приедет сюда. То есть создание вот этой единой службы, да, оно даст возможность реально выполнять ту территориальную программу оказания медицинской помощи, и время доезда у нас в сельской местности должно быть 40 минут, и не больше. 40 минут? В городе 20. В городе 20. Ну, такая гордость, да? Ну, я считаю, что мы одни из первых вот этим начали заниматься, и мы реально 1 сентября вот создадим вот эту систему, которая будет работать. Причем, если мы говорим о создании единой скорой помощи, то 16 января опять же, да, мы передаем службу санавиации именно на скорую помощь. То есть она будет базироваться уже не в областной больнице, она будет базироваться именно на площадке скорой медицинской помощи города Кирова. Причем нам удалось в этом году попасть в федеральную программу по развитию санавиации. Это, в первую очередь, оказание медицинской помощи с использованием специальных оборудованных вертолетов. И я думаю, что где-то, наверное, с 5-6 месяца нам удалось полностью войти в эту программу, да, и количество вылетов санавиации в отдаленные населенные пункты Кировской области увеличится где-то примерно в 3-3,5 раза по количеству часов, я имею. То есть доступность, особенно экстренной помощи, да, мы планируем ее увеличить. То есть пациент будет эвакуироваться в центральное учреждение, это Центр административной нейрохирургии, это областная клиническая больница, да, где будет ему оказываться совершенно на другом уровне медицинская помощь по сравнению с тем, что все-таки мы на сегодняшний день имеем в отдаленных районах. У меня сразу пришла в голову история с наличием или отсутствием абсолютно посадочных полос, вообще площадок, у нас вертолет летит или самолет? Вертолет. Вертолет летит, с этим полегче. Это вертолеты Ми-8, оборудование специально под оказанием медицинской помощи, под эвакуацию пациента. Он может сесть где угодно. Значит, мы на сегодняшний день прорабатываем вопрос по строительству трех вертолетных площадок, то есть, когда уже будут подписаны, а на сегодняшний день в правительстве Кировской области утверждена эта программа, то, соответственно, когда мы будем понимать, что Федерация уже полностью нам показала, какое количество денег под это выделяется, а это, поверьте, не маленькие деньги, да, то, соответственно, мы предложим уже непосредственно участнику этой программы, я имею в виду вертолетные, да, там, эти, авиационные, там, парки, предложим на рассмотрение, на согласование ряд мест, где можно. Требование одно, там, в течение 15 минут должен человек после приземления вертолета быть доставлен в учреждение медицинской помощи, где ему будет отказываться эта помощь. То есть, сроки понимания, что сжатые, да, но, соответственно, мы готовы к этому, причем сделать так, чтобы было комфортно в том числе и жителям города Кирова. А предоставлять эту услугу будет компания, которая имеет вертолеты? Они будут брать по этой программе вертолеты в лизинг, по федеральной этой программе, и, соответственно, мы, Кировский регион, будем рассчитываться за счет выделенных средств, в первую очередь, Федерации. Женающие? Две компании абсолютно готовы работать в этом направлении. А под чем, кто будет возглавлять Единую службу скорой помощи в Кировской области? Главный врач скорой медицинской помощи. Это кто у нас? Светлана Шевкин, Сергей Ильич. Сергей Ильич, Нашевкин. То есть, мы его ждем здесь, в этой студии, в следующем году, да? Я, конечно, что, да, я вам все добраться. Такие вещи рассказываю, может быть, они не совсем так на слуху, так скажем, но принципиально, да, вот мы это делаем, мы планомерно, причем, еще раз говорю, реалистично подходим к этому моменту, и я думаю, что вы его пригласили. Обязательно, конечно. А это в наших интересах, в интересах наших слушателей. А что с частником? Ему-то место останется? Ну и еще раз, вот на сегодняшний день должна быть конкуренция. Кто качественно оказывает услуги, тот занимает нешую. Кто-то занимает. То есть, работаете, что называется, да? Работать будет, и, соответственно, мы здесь не претендуем на сегодняшний день на полностью замещение там части. Если он оказывает качественно, своевременно и по всем нормам, так скажем, контракта, да, то, ради бога, работаем. Еще про аутсорсинг, на сей раз про аутсорсинг анализов, да? У нас просто были в программу многочисленные обращения по поводу длительного срока исполнения анализов. Какие-то вещи до месяца и полутора. Что с этим? Значит, на сегодняшний день мы провели, опять же, огромную работу, и на это министерство здравоохранения, да, и увиделось две проблемы. Первая, связанная с логистикой, так условно говоря, внутри учреждения медицинского. Вторая, это принципиальная позиция по задержке каких-то выполнения работ непосредственно аутсорсингом, так скажем. То есть внутри учреждения мы на сегодняшний день уже ввели в ряде медицинских учреждений так называемое электронное, да, и направление пациентам непосредственно в кабинете врача уже не надо никуда бегать, не надо никуда записываться, получил направление. Там определенно есть штрих-кодирование, приходишь в процедурный кабинет, у тебя взяли кровь из вены, да, считали штрих-кодером всю информацию, что нужно сделать по этому направлению. И дальше эти штрих-коды присвоены пробиркам, да, и пробирка уходит уже централизованно, так я говорю, неважно, это частная или государственная лаборатория. Соответственно, после проведения выполнения, мы чётко понимаем, что большинство результатов мы должны получить в течение суток. Это прописано в контрактах, и, соответственно, дальше результат уже непосредственно возвращается на рабочее место врача в нашей информационно-защищённой системе. То есть, соответственно, представляете, вот когда раньше логистика была, что в учреждении кто-то где-то в регистраторе раскладывал в определённые кармашки эти бланки, они терялись вечно, это искали, да, то есть это всё теперь уже работает, ну, наверное, процентов на 40 уже город покрыт именно в электронной системе. То есть я считаю, что вот то, что месяц, это просто-напросто какой-то нонсенс, да, и по каждому такому случаю нужно индивидуально разбираться, что там произошло, да. Ну и, кстати говоря, давайте ещё раз скажем, что министерство принимает жалобы, это можно сделать в электронном виде или по телефону, да, есть круглосуточная телефонная линия, можно жаловаться по этим случаям разбираться. Конечно, потому что здесь нужен индивидуальный подход, потому что если мы знаем проблему, то мы её решим. Да. 8-800-143-03 – это круглосуточная телефонная линия Министерства здравоохранения Кировского государства, правильно? Вот. И всё-таки здесь тоже та же самая история. Вы будете развивать собственную сеть лабораторий или и аутсорсерам тут тоже есть место. Ещё раз, здесь должна быть достойная конкуренция. Первый момент, у нас есть на сегодняшний день очень крупная лаборатория областной больницы, есть у нас частная организация, которая оказывает услуги населению Кировской области. Лайт оказывает? Ну, лайт, да, я не стал называть. Ну, надо знать, кто у нас работает. Ну, и, соответственно, на сегодняшний день принято решение по реорганизации двух учреждений, это инфекционная больница и спеццентра, то есть спеццентр будет подразделением инфекционной больницы. Первое – это экономия на, так скажем, административной части. Второе – мы хотим создать ещё одну крупнейшую лабораторию, которая тоже должна участвовать в оказании услуг для наших пациентов. То есть на базе инфекционки ещё было бы так? Конечно, то есть лаборатория инфекционной больницы и спеццентра, поверьте, это очень сильная лаборатория, да, которая тоже, наверное, определённую нишу взаима. Ещё один вопрос, который хотелось бы осветить – это развитие санаторно-курортного лечения. Какие здесь есть у нас планы? Начнём, конечно, с переезда в Нижневкино пациентов русского турека. Ну, это самая, наверное, сегодня обсуждаемая тема. Для наших детишек мы, в принципе, создали условия, наверное, превосходящие даже условия русского турека. Мы выезжали туда непосредственно на эту площадку вместе с инфекционной группой родителей, которые пользуются этим условием, но им нужно было видеть глаза родителей, которые были удовлетворены, по-моему, по всем позициям. Ну, может быть, за исключением того, что спросили размер диагонали телевизора, да, и сказали, что, наверное, очень крупный телевизор, Андрей Леонидович, пожалуйста, поменьше установите нам диагонали. Плазменные экраны? Ну, вот... А что там с окнами, кстати говоря? Потому что у нас была два года назад программа, и родители жаловались, что окна установлены неправильно и чуть ли не гресень на стенах. В Нижневкино все окна пластиковые, абсолютно нормальные, проведены абсолютно нормальные, даже по кировским меркам ремонты. То есть все условия, еще раз говорю, созданы для того, чтобы детишки могли транспортироваться, в том числе и на кроватях внутри учреждения, и за пределы учреждения, потому что мы понимаем, что это лежащий пациент, и, соответственно, мы должны ему так, условно, скажем, организовать, в том числе и прогулы. Причем перечень услуг в Нижневкино, и это, наверное, основная задача была, да, это доступность в первый момент, и второй, все-таки перечень услуг, медицинских услуг, которые будут оказываться пациентам, нашим детишкам, именно на площадке Нижневкино намного шире. Например, пациенты со сколиозом, опорно-двигательный аппарат, они будут получать в том числе и воду, и грязи лечения, то есть это абсолютно нормально. Купрично получается. Да. И мы пожертвовали тем, что мы с площадки Нижневкино убрали в одном из корпусов оказание платных услуг для взрослого населения, да, и передали этот корпус полностью для детишек. То есть количество мест, оно увеличено, и доступность медицинской помощи для детей, она будет, в честь у нас в году гораздо больше. Самое главное, что там побывали родители, потому что именно они отдают окончательно все того, какие услуги оказываются. 27 декабря, где буквально два слова, состоялось в составе общественного совета Министерства здравоохранения. Это как раз родители меня натолкнули на эту мысль. Мы в общественной палате на комиссии по здоровому образу жизни тоже разбираем любые обращения, и в том числе и историю с переездом русского турека обсуждали. Просто хочется понять, насколько эффективно работает Совет при Министерстве, насколько для вас важно, кто там собирается, что обсуждает. Мне очень важно, я основную задачу, я выступал перед учителем общественного совета, поставил, что давайте все-таки заседание общественного совета, они там не раз в полгода будем проводить, а ежемесячно, назначили вторую неделю каждого месяца, ну, к нямбре, к сожалению, месяц вот такой вот, не какой-то интересный, да, с праздниками, но мы регулярно будем проводить заседание общественного совета, в том числе и с обсуждением каких-то тематических вещей. Ну, меня очень беспокоит ситуация в Кировской области, когда федеральные льготники пользуются льготой, это при составлении медикаментов где-то примерно около 15%. Все остальные получают наличные денежные средства. Соответственно, они по многим заболеваниям переходят автоматически в разряд региональных льготников, то есть получая деньги, они возвращаются в региональную льготу, получают оттуда препараты, и при нашем татационном бюджете они просто-напросто часть препаратов оттягивают на себя, и мы вынуждены обделять. И вот такие глобальные темы мы пытаемся все-таки на общественном совете ставить, в том числе, например, банально мы озвучивали, один из представителей пациентского сообщества, который курирует оказание медицинской помощи, точнее, курирует пациентов, которые страдают сахарным диабетом, мы просто задали вопрос. На сегодняшний день есть ситуация, не хватает денежных средств для того, чтобы всех больных с сахарным диабетом обеспечить в соответствии с порядками, тест-полосками, хорошо, мы можем их всех обеспечить, но тогда мы не обеспечим медикаменты. И хочется все-таки понять, и в первую очередь, вот, например, я благодарен, да, руководителю именно пациентского сообщества, что она сказала, а давайте обеспечим тех пациентов, которые реально получают инсулин. Тогда всех остальных мы пробуем обеспечить за счет других источников, то есть закупая медицинские учреждения на ФАПы, на ВОПы, в поликлинике и тест-полоски, используя наши лаборатории для того, чтобы максимально быстро сделать анализ крови на сахар, посмотреть этот сахар, откорректировать этот инсулин. И вот такие вещи, понимаете, они не должны проходить, наверное, формально, они реально должны приносить, ну, понимание, в первую очередь, для пациентов. Ну, и все живем. Это очень грамотный подход, потому что все эти вопросы, они потенциально могут вызвать социальное напряжение. Абсолютно. И для того, чтобы это не произошло, конечно, нужно открыто, во-первых, вести диалог с людьми и, в первую очередь, спрашивать. Это хорошо. Вы переплюнули очень многие комиссии, потому что я пока не слышала, что хоть одна комиссия при любом из министерств собирались раз в месяц. Ну, мы постараемся, еще раз говорю, потому что это принципиально важно и особенно важна, наверное, тематика. То есть, возможно, эти комиссии и общественные советы будут проходить и с общественной палатой, и проведение в рамках круглого стола, для того, чтобы мы внутри себя, внутри Кировского региона реально нашли решение вот той проблемы, которая перед нами стоит. Я тогда, Андрей Вениаминович, хочу заручиться вашей поддержкой. Я очень хотела бы увидеть здесь, в студию представителей общественного совета при Министерстве здравоохранения. Мне кажется, это важно тоже. Причем я сказал, представительам общественного совета, давайте будем работать, реально работать. У тех людей, которые входят, они очень уважаемы, но многие, к сожалению, в меру своей загруженности, не посещают заседания общественного совета. И я предложил просто-напросто, давайте разберемся с каждой кандидатурой, для того, чтобы этот человек реально работал. Потому что от его работы, и она принципиально важна, для меня, для Министерства здравоохранения, зависит судьба многих-многих пациентов, которые за ним стоят. Мне хотелось бы реально видеть работающих людей. Можно, конечно, знаете, вот нефросовету я сказал, нефролигии, представителю нефролигии, которая есть, я говорю, можно выходить на площади и реально вытаскивать обсуждение медицинских проблем на театральную площадь. Но, знаете, гораздо проще, и мы реально доводили эту информацию, в том числе и до пациентов, что все-таки Министерство здравоохранения не закрывает никакие койки нефросовета. Мы реально сотрудничаем, опять же говорю, должна быть конкуренция. Но мы делаем все для того, чтобы развивать в том числе и это направление. Недалеко вчера мы уже установили и открыли, и губернатор Кировской области видел воочию, что установлены два аппарата гемодиализа в городе Советске с водоподготовкой. То есть мы 30 января начнем работу, когда получим лицензию, и, соответственно, доктор у нас закончит обучение, да, и мы начнем. Ведь это 7 пациентов, но это наши жители региона. Три раза в неделю ездить сюда на процедуры, наверное, это неправильно. Это люди, которые без этой помощи жить не будут. Не будут. Но мы ее в том числе и приближаем. И, соответственно, следующая задача, поставленная правительственной в городской области, до конца первого полугодия открыть такое же отделение. Ну, такое условное, да, там, отделение. Это Вятские поляны. Потому что, представляем, какое расстояние, да, и пациенты, когда наши уезжают, в том числе, это уже экономическая сторона, за пределы нашего региона, отсюда ведь еще уходит и финансирование. А мы хотим все-таки, чтобы рабочие места новые были, оказывали эту услугу на своей площадке, и, соответственно, чтобы финансирование оставалось внутри наших государственных учреждений. А сколько у нас клиника нынче находится в процессе получения лицензии на оказание высокотехнологичной помощи, о которой мы так много говорили? Самая-самая больная тема это все-таки онкодиспансер. Потому что обидятся на меня коллеги, которые работают на площадке аптеки, именно на площадке именно онкодиспансера, да, но мы все-таки пытаемся получить лицензии в течение первого полугодия, да, и чтобы онкодиспансер, опять же, оказывал помощь высокотехнологичную не только нашим жителям нашего региона, да, а в том числе и еще привлекал и иногородних, а для этого есть все условия, есть все специалисты, есть все оборудование, и, соответственно, чтобы и финансирование тоже приходило в нашу жизнь. Да, мы об этом говорили с Игорем Набатовым здесь, в этой студии. Для тех, кого эта тема особенно волнует, я скажу, что вы можете зайти на сайт охакиров.ру, в программе «Слушайте доктора», найти ее и послушать мы там подробно про получение этих лицензий и что они влекут за собой, какие услуги будут оказываться. Поговорить. Очень важный момент, о котором я сейчас вспомнила, и мы давно об этом очень не говорили, хотя это страшно важная тема, я имею в виду корпуса тех медицинских учреждений, которые находились, и некоторые еще находятся на территории между Московской и Энгельса. В народе это известно, да, в народе это известно, как Аллы Паруса. Там комплекс был медицинских учреждений, который ожидал, что когда-нибудь в хорошие времена будет вынесено за пределы города, построены новые красивые корпуса, но, к сожалению, мы помним, были обстоятельства, независимые от правительства, и в итоге застрял этот вопрос, очень тяжелый вопрос, что сейчас... Он не застрял. Так, что происходит? То есть, на сегодняшний день, мы с первого дня, когда я был назначен министром, да, мы особое внимание уделили именно этому комплексу. И я могу рассказать, что уже с 20 декабря поликлиника, которая находилась в психдиспансере, да, она находится уже на сегодняшний день, с 20 декабря, на площадке Ганина, абсолютно отремонтированном корпусе, новом корпусе, да, где проведены современные ремонты, второй этаж еще продолжают немножко, да, ремонтировать, но пациент абсолютно и сегодня просто был вот перед Новым годом немножко так даже порадован, когда один из пациентов просто благодарность написал, говорит, ну, немножко далековато, но ничего страшного, потому что это здорово, что все-таки удалось создать такие услуги. Совершенно другой уровень. Соответственно, следующий момент, для того, чтобы вот освободить эту площадку, да, на такую рокировку большую затеяли, то есть на сегодняшний день женская консультация Северной больницы, так издалека, да, она находится в бывшем Центре здоровья рядом с Северной больницей, то есть отдельно вынесена. Освободившаяся площадь, освободившаяся площадь Северной больницы, стационара, родильного корпуса, мы туда перевели второе отделение, которое находилось именно вот на Преображенкино со свободой, да, то есть бывший роддом номер один, туда, и они уже там работают, и на сегодняшний день заканчиваются ремонты третьего этажа, где будет создано, ну, наверное, не хуже реанимационной, которая на сегодняшний день имеется в перинатальном центре. Ну, так мы пока условно называем, что это будет перинатальный центр городской, да, на уровне, но это учреждение уже работает, то есть это произошло плавно, без, наверное, больших... Вот Андрей Венеменович, корпус, который освободился на Преображенке и Свободы, да, он никуда не продал. Так, между прочим. Причем меня вобвиняют еще и в том, что я уже продаю и Маяковскую поликлинику, это абсолютный бред, то есть у нас даже в мыслях такого нет. И в этот корпус, в этот корпус с 1 февраля, бывший первый роддом, до 1 февраля, бывший первый роддом, да, заезжает эндокринологический центр, который находился на Симашко 2 комментариев. То есть они уже получили лицензии, там уже проведены определенные ремонтные работы, да, и они в ближайшее время туда заедут. Я думаю, это будет намного быстрее, чем 1 февраля, и, соответственно, начнут доказания медицинской помощи. Это амбулаторный этап для пациентов, страдающих эндокринологическими заболеваниями, да, и стационарный этап будет именно на этой площадке. То есть корпус наш, на той еще раз говорю, ничего никуда не продают. Ну и, соответственно, в освободившееся помещение на Симашко 2 комментариев, мы переводим все стационары, которые на сегодняшний день находятся в ужаснейшем состоянии кожно-генерологического диспансера. То есть отправная точка, окончательная точка, это 1 февраля. То есть до 1 февраля кожно-генерологический диспансер переедет на Симашко 2, и вся площадка, которая у нас существовала вот между этими улицами, Московской, Октябрьской проспектной, Преображенки, она освобождается. Соответственно, мы окончательно оставим точку по всем предписаниям, которые были выданы и пожарниками, и Роспотребнадзором, Росздравнадзором. То есть все, мы избавляемся от того вот, ну, от тех условий, в которых на сегодняшний день я вынужден здесь перенести, наверное, извинения всем пациентам, которые в таких условиях находятся там многоместные палаты, один туалет, один рукомойник, там на всех, да, ну, вот оно действительно там. Там абсолютно будут, на Симашко 2, абсолютно нормальные условия, и душ, и в каждой палате свои раковины, то есть, ну, и все это с 1 февраля. До 1 февраля. До 1 февраля. Время программы подошло к концу. Я бы хотела, Андрей Венеевич, предоставить вам возможность поздравить кировчан и пожелать им в Новый год, как доктор должен пожелать. Ну, всех, конечно, я хочу поздравить с наступающим Новым годом. Год 2016-й выбрался довольно-таки трудный. Понятно, високосный год, год обезьяны. Но я думаю, год петуха с его гребнем, Акировскую область, да, как петух, я думаю, он принесет нам всем счастье. Пациентам, естественно, желаю как можно меньше болей, как можно меньше обращаться в медицинские учреждения, но когда они будут обращаться, чтобы это все-таки доставляло определенный комфорт, так скажем, да, чтобы это было быстро, качественно и хорошо. Ну, а всем медицинским работникам, особенно тем, которые будут трудиться в новогодние длительные праздники, пожелать, опять же, в первую очередь, от медика здоровья, терпения, спокойно жить не дам, понимания, ну, и трудиться, наверное, в том же плане, как на сегодняшний день они умеют трудиться, потому что все-таки я считаю, что медицинский персонал Кировской области, это очень-очень серьезная база, серьезно подготовленная база с оборудованием и всем остальным, и здесь вот хочется им пожелать вот приумножать те знания, опыт, да, по оказанию медицинской помощи нашим пациентам. Ну, и второй момент, абсолютно нормальный, наверное, да, чтобы у всех дома было, как я люблю говорить, всегда все хорошо, чтобы их ждали, но и на работу, чтобы хотели. Можно я поблагодарю доктора Семеновского с его переложеным центром, который сделал потрясающую работу, я поблагодарю за пополнение там, в семействе одного из наших журналистов, потому что те вещи, которые они делают с недоношенными ребятами, это просто, я считаю, подвиг. Спасибо вам за двух новых, замечательных, крепких мальчишек. А я продолжу, потому что Николай Владимирович обещал 600 ЭКО выполнить в этом году, да, это очень серьезная цифра, и мы все сомневались, что он это сделал, он отчитался несколько дней назад, что 600 ЭКО сделано. Молодец, мы в него верили всегда. Спасибо всех, с Новым годом, это была программа Слушайте доктора с Андреем Черняевым и Светланой Занько. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...